Мы позитивно оцениваем включение в число приоритетов Италии, как действующего председателя ОБСЕ в 2018 году, урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта при посредничестве и усилиями Минской группы ОБСЕ. Об этом в интервью CBC заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Икмед Гаджиев. Он также отметил, что в Баку помнят предусматривающий вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана временной график срочных мер. Подготовленный членом парламента и заместителем министра иностранных дел Италии Марио Рафаэлли, являвшимся председателем Минской конференции СБСЕ, впоследствии трансформировавшейся в Минскую группу ОБСЕ. Италия – страна, принимавшая активное участие на Минской конференции ОБСЕ, а также в рамках Минской группы ОБСЕ. Благодаря усилиям итальянского дипломата Марио Рафаэлли был подготовлен график срочных мер по выводу армянских вооружённых формирований с территории Азербайджанской республики. Он был в то время подготовлен совместно с девятью странами и членами Минской конференции СБСЕ. Сейчас это Минская группа ОБСЕ. Мы надеемся, что Италия в статусе действующего председателя ОБСЕ продемонстрирует прочность своей позиции для выполнения требований соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Отношения между Азербайджаном и Италией были установлены более 25 лет назад. Италия в течение многих лет занимала первое место среди основных торговых партнёров Азербайджана. За последние годы азербайджано-итальянские отношения интенсивно развиваются. Азербайджанский политолог Тофик Аббасов рассматривает председательство Италии в ОБСЕ как позитивную и многообещающую перемену. Это позитивно, что Италия будет председательствовать, и она может оказать очень функциональное воздействие на то, чтобы дать толчок реализации антикризисных мер в развитии карабахской проблемы. Мне кажется, что Италия как раз таки та страна, которая в сложных вопросах, принципиальных проблемах, она всегда действует мобильно, действует очень прагматично, очень дальнозорко. И может она подвигнуть как раз таки официально Ереван к тому, чтобы армянские дипломаты не отлынивали от, скажем, реалистичности и были бы в духе здравого начала, как это, в общем-то, показывает азербайджанская сторона. Несколько иного мнения придерживается азербайджанский политолог Ильхан Шайнауглу, который считает, что переход председательства ОБСЕ от Австрии к Италии не сможет оказать существенного влияния на дальнейшее урегулирование армяно-азербайджанских. Я не думаю, что Италия может как-то активно быть вовлечена в разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, потому что за это время председателями ОБСЕ были разные страны, в их числе были даже партнеры Азербайджана, Казахстан, Германия, Австрия. Все они обещают, что предпримут какие-то шаги для разрешения этого конфликта, но, к сожалению, никакого результата не было. Единственным путем решения конфликта может быть только вывод армянских войск с исконных азербайджанских земель, считают эксперты. Поэтому важно неукоснительно следовать данному принципу. В противном случае достичь справедливого и мирного решения Нагорно-Карабахского конфликта будет крайне сложно, вне зависимости от того, какая страна председательствует в ОБСЕ. Эсмира Алиева, Руфат Олегперов, Ульвия Сабиргызы, Фируз Рагимов, СВСЕ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова